Привет, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале репортажа Моя Жизни. Без 10 минут 7 утра. У меня впереди 3 выходных. Все покрылось инием. Сейчас на градуснике ноль, но денек обещает быть теплым и солнечным. Посмотрите, какое яркое солнышко взошло! Ох, как красиво солнце попадает на аквариум! Мои пираньи сверкают на нем всеми своими чешуйками. Вот, попозируйте, попозируйте нам, красавицы скалярии! Посмотрите на эту красавицу. Развалилась на лавочке, принимает солнечные ванны. Клево тебе, да? Эй! Да лежи уже, лежи! Ну, привет! Ой, падает волосипедка! Тепло тебе на солнышке, да? Погода сегодня хорошая. Как уже и сказала, погода сегодня хорошая, солнечная. С утра был, правда, вот небольшой морозис, но после обеда синоптики обещали, что разогреется до плюс семи. На два дня передают солнечную погоду, такую теплую. Потом опять на неделю дожди. У меня выходной. Пользуясь моментом, нужно обрызгать кусты от клещей и от болезней. Как раз вот сейчас разогреет. При плюс пяти можно этим делом и заниматься. Еду в магазин покупать препараты. Магазин называется Дом и Сад, но очень хороший магазин. Чего здесь только нет для Дома и Сада. Сейчас припаркуюсь и пойду. Посмотрите, какой огромнейший выбор всяких полезностей для растений. Практически все, что пожелаете для ваших растений, здесь можно купить. Имеется и луксивок на посадку. Так, мне нужны металлические губки. Так, 50 рублей 85. Ну, конечно же, возьму подешевле. Нужны еще мусорные пакеты. Предпочитаю вот такую фирму, кенгуру. На 60 литров. Где? Ага, вот. Итак, купила хорус и рубит. Это два препарата от болезней. Причем они разные. Хорус препарат от болезней плодовых культур. А рубит от болезней ягодных кустарников. Искра от тлея клещей. Буду смешивать рубит и искру. И этим обрабатывать смородину и клубнику. А хорус у меня пойдет на обработку груши и вишни. Для весенней обработки от клещей я покупаю препарат, где конкретно написано «клещи». Не комплекс вредителей, а именно «клещи». Вот смотрите. Смородина, клещ. Потому что препарат, где написано «комплекс вредителей», с клещами может и не справиться. Вот такой еще купила препарат B58. Им я буду обрабатывать смородину и малину спустя дней 10 после первой обработки. Почему? У меня на смородине, особенно на красной, есть такая тля, которая называется галица. Многие ее видели. Это такие вот красные листочки, покраснение на листьях. Препарат B58 как раз от этого вредителя. Вот смотрите. Смородина, галицы, тли, листовертки. Так, где малина? Малина. Галицы, клещи, тли, цикады. Это химические препараты. Но ими я обрабатываю только до цветения. Когда появляются цветочки и уже ягодки, там у меня в ход идут биопрепараты. Химией я не пользуюсь. Ну и две железные мочалочки. Именно из нержавейки покупаю. Ну потому что купишь не из нержавейки, где-то что-то почистила, оно тут же заржавело и становится очень неприятным к использованию. Это мусорные пакеты, ватные диски. Начало первого муж приехал на обед, а для него у меня сварен куриный супчик из петуха домашнего. Ох и вкусный! Пойду кормить. Ну что ж, мы пообедали, Володя пошел дорабатывать смену. А у меня, прежде чем я выйду в огород, есть еще одно неотложное дельце. Мы с мужем решили для сыновей сделать небольшой подарок. Заказали им вот к весне по безрукавке. Я выписала несколько моделей по нескольку размеров. Вот, и нужно, чтобы все это дело ребята померили, выбрали себе по одной. Так что вот, все это сейчас нас ждет в примерочной пункте выдачи Валберис. У мальчишку обоих сегодня выходной. Я им позвонила, говорю, ребята, надо прийти померить. Так что идем на Валберис, выбирать безрукавки. Вот сколько моделей были мной заказаны. Все это ждет примерки. Погода шикарнейшая, как и обещали, плюс семь. Ох, распустились почечки, как красивые. Иду уже обратно. Мальчишки сфотографировать себя не дали. Хотела вам показать. Сказали, нечего нас выкладывать. Выбрали себе по жилету. Счастливые и довольные пошли по домам. У каждого свои дела. Ну что ж, а я открываю свой огородный сезон. Вышла обрызгивать кусты. Кого-то учуяла. Ой, смотрите, как-то ко мне идет. Семья логутовых младших на прогулке. Привет-привет. Ребята, зашли ненадолго. Денису нужно забрать кое-какие вещи. Варюша спит. Ну а я продолжаю свои садовые работы. Ой, а ты в новой... Ты же в новойке этой, да? Да? Можешь как-то. В новой тужурке. Но показывать не буду. Или покажу. Можно? Покажу. Разрешили. Сейчас поверну вот так камеру. На солнышке не вижу нифига. Где ты есть? Вон ты есть. Да попозируй маленько. В новой безрукавке сынок пришел. Тим, отойди. Все, мы пошли. Ну давайте, вижу. Она ускорб растет. А, ну ладно. Тим, отойди. Продолжение следует... Продолжение следует... Смородинку с крыжовником обработала. Сейчас немного подчищу клубничку и тоже ее обрызгаю. Осенью будем менять поликарбонат на этой теплице, что видно на экране. И будем ее переставлять сюда, ближе к краю. Вот как раз на место клубники. Поэтому придется осенью ее пересаживать. Здесь тоже у меня есть два кустика смородины, белая и изумрудная. Чуть про них не забыла. Тоже нужно обработать. Ну а теперь побелка деревьев. Поработала на славу. Первый мой выходной день закончился. Пошла готовить ужин и отдыхать. Завтра предстоит поездка в Тверь. Ну что ж, всем пока! Очень скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok